Добрый утро, дорогие друзья, недельная глава ХУКАД. Мы с вами прямо с Верховной Рады, с высшего законодательного органа Украины ведем урок. Я думаю, что это поможет ему. Итак, каждому человеку каждый день создают с неба условия, при которых человек может достичь цели, которая поставлена небом. То есть определенные условия, соответствующие достоинствам, недостаткам и исправлению человека. Одному посылается бедность, не дай бог страдания, которые необходимы, чтобы исправить его. Другому богатство и благополучие. Но даже человек, живущий на подаянии, по еврейскому закону, обязан давать, отделять 10% от своего дохода и отдавать его бедным. Вдумайтесь в это. Человек зарабатывает свои деньги, откладывает этот труд. А ему говорят, нет, отдай 10%. Почему? Для чего нам это надо? Жадность и безудержное стремление к богатству, которое заложено у человека иногда, оно как бы лечится заповедью от здахи, подарки людям. И есть очень интересная еще, тут важнейшая вещь, надо понять. Написано, что надо не просто отдавать здаху. Тора обещает особую награду тому, кто совершает это с радостью. Обязательно дай ему. И не будет у тебя тягостно на сердце, когда ты даешь ему, потому что за это благословит тебя Господь Бог твой. Написано. То есть главная причина того, что благословит тебя Господь Бог твой, не столько в том, что ты обязательно дашь, а в том, что тебе не будет тягостно на сердце. То есть ты, Бог взял вас в компаньоны. Это должна быть радость невероятная. Если ты этого не понимаешь, то тогда это проблема. Проблема в том, что человек не понимает, что эта заповедь самая важная для него. Если мы возьмем вообще эту заповедь помощи нуждающимся. В чем ее смысл? Если есть смысл в том, чтобы прокормить бедных, так почему Всевышний сам справится с нами? Неужели у него нет денег или питания или чего-то? На весь мир хватает, а вот нам не хватает. Ответ в том, что Всевышний хочет дать заслугу человеку. Поэтому знака, вот эта десятина, так называемая, приносит пользу, в первую очередь, человеку, который дает. Поскольку написано в Кабале, в заслугу этой заповеди, человек приобретает долю в будущем мире и многие другие блага. Представляете? Именно благодаря этому. Есть разъяснение Рамбама в Мишне в Перке. Спрашивает его, если у человека есть тысячи монет над Знаку, что ему лучше дать? Дать тысячу одному человеку или раздать по одной монетке тысячи нуждающимся? Казалось бы, логика какая? Я лучше помогу одному, это что-то полезное ему даст. Не так говорит. Рамбам говорит все наоборот. Лучше для человека дать тысячу раз по монетке разным людям из-за того, что в этом случае человек тысячу раз воспитывает в себе качество дать. То есть качество, улучшающее его душу. А если он пожертвовал всю сумму одному человеку, он совершил добро, но только один раз. Это прекрасное подтверждение того, что заповедь Знаки не для нуждающихся, о которых действительно Всевышний мог бы позаботиться напрямую, а для самого человека. Потому что посредством Знаки он улучшает свою жизнь. Кто проявляет милосердие к бедному, словно дает взаймы Богу. Мы с вами, давая Знаку, становимся компаньонами самого Бога. Представляете, какая потрясающая у нас компания. Гмара говорит, что если бы такое не было, вот написано, что кто проявляет милосердие к бедному, тот словно дает взаймы Богу. Гмара пишет, что если бы такого не было в Писании, мы не вправе бы такого сказать. Человек, который помогает бедному и поступает с ним милосердно, превращается в кредитора, дающего в долг самому Всевышнему. Ну все, тут, как казалось бы, уже на этом закончить можно. Есть еще одна очень важная вещь. Это вот надо в любовь вносить в этот мир. То есть, если ты помогаешь людям физически, поддерживаешь морально, материально, неважно, семью, родственников, соседей, жителей своего города или еще, очень большая заслуга для человека. И милосердие, которое человек проявляет по отношению к другим людям, возвращается к нему по принципу мира за миру и хранит его во всех жизненных ситуациях. Так написано в Кабале. О таких людях сказано, написано следующее. Думающего о милосердии, милосердие окружает. И не нужно для этого обладать там каким-то верхним духовным уровнем. Каждый из нас может улыбнуться жене, погладить ребенка, дать мелкую монету нищему, сделать множество в мелких поступках. И вот эти маленькие дела, они в конце станут для человека огромной заслугой и спасают его в самые неприятные дела. Сила дзадаки, написано, отмеряет самые суровые приговоры небес. И даже пророчество написано. Если оно говорит, что ты кого-то плохо, не обязательно осуществляется, если кто-то дает дзадаку, учит Тору и так далее. В это написано, что в период прихода Машеха самое главное спасение человека, это дзадака и добрые дела. То есть нам надо понять самую главную вещь. Когда ты что-то даешь, на самом деле ты получаешь. Вот тогда, когда мы что-то отрывая от себя, даем какому-то человеку, вот в этот момент мы становимся, ну, пусть не полными партнерами, но очень близки к партнерству с Богом. Брахава и от слаха, всего самого-самого лучшего. Продолжение следует...